Вы знаете, что один из наших любимых магазинов это Костка, но дело в том, что не все продукты можно купить в Костке, есть некоторые вещи, которых там нет, ламбур получается есть и нет, но в общем некоторые продукты там не продаются, там можно собрать полную пищевую корзину, то есть питаться только из Костка, но чего-то там все-таки нет, поэтому мы не обходим стороной другие магазины и один из наших еще магазинов часто посещаемых это магазин 99 центов и сегодня вы узнаете как купить продуктов на долларов где-то 75 и больше, а потратить всего полтос, смотрите в продолжении всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life is my life и сегодня у нас будет магазин на столе в свое время была передача магазин на диване а у нас будет магазин на столе потому что магазине писать сейчас стало несколько проблематично прошел хэллоуин и теперь следующие праздники большие это день благодарения и рождество и собственно уже и кругом и куча всяких подарков и украшений к рождеству и музыка валит рождественская поэтому получается либо пишем в магазине без звука просто показываем как и что там происходит и никакой озвучки потому что звук надо будет звуковую дорожку менять либо пишем всех магазинах где нету музыки там здесь музыка пишем магазин на столе вот значит сегодня у нас будет вот такой вот набор продуктов и не только мы были в 99 центах давайте посмотрим что там получилось на 52 доллара 43 цента в которой уже включены 2 доллара и 8 центов такс так называемый то есть на те вещи которые вещи они продукты но как говорил склифосовский ближе к телу первая игрушка они продукт вот такая вот модная интересная стоит у нас 2 доллара 99 центов это такая скажем подвесочка на дверь на все праздники американцы любят на дверь вешать различные венки украшения и прочие вот такие вот безделушки и в общем-то мы так сказать находимся не в стороне или как это правильно сказать это выражение слетела с языка в общем мы тоже поддерживаем это и практически круглый год у нас что-то на дверях висит вот это сейчас у нас повиснет вместо хэлловиновских страшилок будет висеть даже до рождества приблизительно день благодарения пройдет а там повесим уже что-то рождественская сегодня у нас тут пять пакетов ну что полезем закрома значит так первый пакет это покупка от сашки вот такие вот конфитосы это покрыть для всей семьи для катаринки она у нас любит лимоны так и здесь остается остаются бананоиды бананоиды брал разноцветные очень зеленые не очень зеленые и скажем так совсем не зеленые потому как все бананы сразу не съешь они очень быстро дозревают мы специально берем одну веточку желтых которые съедаются сразу и зелененькие лежат где-то в уголке и потихонечку оттуда тянутся становятся желтые и вперед лимонов там я не знаю два паунда по моему посмотрим до 2 паунда лимонов все немножко приболели у нас началась осень днем жарко утром вечером прохладно поэтому вот из-за этого перепада блин короче все немножко приболели горлом и будем лечиться лимонами а дочь у нас в принципе их трещит трущит любит вот поэтому вот такая вот сеточка лимонов и что там у нас еще конфитосы это сашку решили побаловать у него ну как решили побаловать он сам себе выбрал короче у него немножко обострился аллергический кашель поэтому он сегодня не в школе вместе с нами был в магазине к доктору ходили там всякие выписывали лекарства вот он в магазине себе купил сейчас посмотрим что за состав этих конфет и какой срок годности потому что очень многие говорят что 99 центов это чуть ли не свалка не помойка там все просроченная там все плохого качества и бла-бла-бла так вот я уже заверял и эти мифы неоднократно разрушал и сегодня в очередной раз я вам покажу что сроки годности на все продукты не просто хорошие очень очень хорошие там нету ничего просроченного и в общем то вы сами видите и бананы и лимоны все это свежие ну и если у меня будет время то я тогда может быть из волмарта повставляю сколько такие же товары стоить будут в волмарте и вы увидите что этот ценник вернее чек в 50 долларов легко превращается где-то в 75 а то и в больше ну перейдем к конфетам значит конфитосов здесь всего четыре штуки так 40 калорий в каждой конфетке что-то мелко написано считайте я не вижу без очкозавра ну вот тут написано 4 конфетки вот наш состав тут 45 а тут 40 но ориентируемся на больше тогда да все равно их больше не слишком одну за раз так лучше написано и вот ингредиенты так и сейчас самое главное интересное вот крупным планом срок годности до ноября 21 года как говорится что и требовалось доказать сейчас у нас ноябрь 19 там ноябрь 21 как бы два года блин но 4 конфеты можно успеть съесть и они даже не успеют просрочиться я уже не говорю о том что они там продаются не просроченные и давайте заглянем в пакет что они из себя представляют в общем вот эти четыре конфетки каждый отдельно упакованные и сейчас сашуля выбирает себе и моему распакуем и покажем что они из себя представляют в общем ее можно назвать пустышкой или кольцом с бриллиантом как кольцо можно одеть сашка скажи какое у тебя кольцо ну вот такой вот перстень стой 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 давай поправим стой вот так вот все ну вот так вот просто прибарахлился в перстенек себе купил да ну давай и давайте еще посмотрим что из себя представляют лимоны но бананы вы все увидели вот они самая зеленая связка так такая и вот это сегодня пойдет так сказать на ужин так а по лимонам сейчас высыпем лимончики все ровненькие все желтенькие все нормально какая-то она немножко такая но он не бит и не гнилой все хорошо у него ровно вот все прекрасные лимоны так ну и полезем следующий пакет так лезем следующий пакет следующем пакете у нас вот такие вот ватные диски срок годности у них я к сожалению не нашел только нашел где они сделаны вот и в общем больше даже ну вот можете видеть что они из себя представляют да так это будет не в детей забирать из школы но мы еще успеем забыл совсем сказать про цены значит бананы 99 центов за по 49 центов за паунд лимон и 90 доллар 99 за два паунда что там у нас еще конфеты все были 99 центов собственно наверно все ватные диски доллар идем дальше подробно остановлюсь шампунь 399 жидкое мыло для рук блин вот я должен посмотреть либо 99 центов либо доллар 99 лекарство от кашля доллар 99 посмотрим и что еще такое вот вкусная вкусная вкусняшка несклея горячий шоколад 99 центов за 6 пакетиков сейчас посмотрю сколько мыло скажу и будем смотреть на сроки в общем я не ошибся мыло 99 центов за тут по моему у нас блин что ж я не посмотрел то так здесь у нас литр 892 миллилитра 64 о за если кому так проще короче почти два литра ну и поехали теперь смотреть на товары что там по срокам значит на мыле срок я не нашел могу только показать что на нем написано если кому-то интересно почитать кстати вот ингредиенты так никаких значков особых на нем нету предупреждение сделано сша ну и собственно все есть какая-то вот здесь вот mfg дата но что за дата я не могу понять если кто-то знает напишите мне честно говоря день в интернете искать и нету времени честно говоря шампунь чик 399 объем 1 литр я не знаю что это за бренд что это за шампунь просто купили его и купили маришка себе захотела потому что head and shoulders почему-то head and shoulders и последнее время не подходит и она решила ну взять абсолютно что-нибудь другое если будет время я гляну сколько он в омарте но я думаю что там его цена будет где-то наверное четыре с половиной может быть пять долларов за эту бутылочку вот ну сравним так срок дата у него какая а а вот у него дата дата кстати есть по двадцать первый год по моему 0 4 сейчас я вам покажу вот его значит срок годности а наверное джулай там или что ну год виден или год 20-21 а дата там или 14 или что ну по факту до 21 года его можно успеть так сказать смыть если кому-то интересны его ингредиенты то возможно они где-то где-то наверное вот здесь есть в общем если интересно почитайте а я попробую найти его в омарте и показать сколько он там стоит так шампунь мыло переходим к не с ним это мы купили для антошки он у нас любитель какао и в общем то скажем так это я думаю будет ну написано молоко богатое шоколадом скажем так горячий шоколад я думаю что это типа какао что-то будет ну тем не менее он любит это прикольно значит здесь будет шесть пакетиков так и и и и и и по сроку годности где-то у него срок годности должен быть и мы его найдем так срок годности ноябрь двадцать первого ну собственно сейчас ноябрь девятнадцатого опять же шесть пакетиков успеть употребить можно и это не ноябрь восемнадцатого семнадцатого или прочее как там любят говорить что типа все товары просроченные никакие не просроченные нормальные товары постараюсь в омарте посмотреть сколько это стоит 99 в центах я думаю что в омарте это будет где-то два с половиной может быть и дороже глянем а значит по калорийности и ингредиентам вот здесь пожалуйста смотрите один пакетик 80 калорий вот все что там есть или не есть и собственно вот нутришим факты ингредиенты такой вот шоколад ну и собственно вот лекарство для горла очень тяжело говорить горло болит сегодня мне стоит доллар девяносто девять это аналог террафлю один дневной один наверное вот этот вот дневной у нас да и там дэй тайм а тут не вижу на этой написано нет обычно с лимоном это ночной получается но не суть в этом у нас просто антошка его не любит с лимоном поэтому он будет пить такое катаринка любит с лимоном будет пить оба я тоже буду пить оба как я вам сказал это аналог террафлю террафлю в аптеке наверно долларов десять стоит так вот кого интересует так сказать активные вещества из чего он сделан как использовать предупреждение ну и в общем вся информация так и сейчас мы посмотрим так ну вот еще раз дозы возраст все дела так и смотрим на срок годности август двадцатого еще около года скажем так а здесь август двадцать первого так сказать для фомы неверующего или для тех кто не верит на слово конкретно я показал что лекарство в магазине 99 центов тоже не просрочены покупаешь и так сказать наслаждаешься здоровьем вот поэтому ребята если вы туда не ходили то не надо писать в комментариях что там все просрочкой это типа магазин блин отходов сходите просто лишний раз проверьте если вам понравится пожалуйста если не понравится просто не пользуйтесь этим магазином но не надо не не надо писать что там какие-то плохие товары как мы уже показывали помидоры однажды всем складе так такого честно говоря ни разу мы не видели в 99 центах посмотрите какая дичь продается всем складе короче я просто в шоке с этого магазина ну поехали дальше у нас еще пару пакетов вот тут у нас интересный пакет шоколад с бельем сейчас аккуратненько достанем это маришка себе прикупила это маришка себе прикупила а это я нам прикупил все пакет пустой уходит так значит что у нас маришка себе прикупила вот такой вот спортивный какой-то не знаю как его назвать бюстик или что значит стоит он у нас будет 399 и вот тут вот вижу какую-то наклеечку какой-то брендик я не знаю что это такое кто знает можете написать очень китайские и в общем все дела что тут еще у нас блин солнце не знаю ну в общем как то так в общем вот такая хорошая вещь вы наверно обратили внимание что они немножко такие вот как поерзанные с этой стороны в общем не знаю что с этой косметикой не так срока годности на ней тут никакого не видно сейчас попробую взять очки посмотреть но смысл в том что скорее как я себе предполагаю это косметика которую возможно вернули по какой-то причине но так не видно так видно так не видно сейчас я покажу другой стороной видно что ей не пользовались коробочка эта не открывалась она заклеенная пабличная заклейка скажем так почему она продается дешевле не знаю из моды вышло блин просроченная может быть как все пишут ну фиг его знает мое мнение что это скорее всего возвратная которая ну немножко скажем так не имеет товарный вид такой чтобы положить ее в отделе мэйбелин нью-йорк в той же cvs фармасе или еще где-то и поэтому возможно она продается в центрах тут скажем так версии у каждого могут быть свои по факту они хорошего качества они целые не юзанные поэтому не вижу повода не взять ничего не удалось мне рассмотреть в общем штрих-кодом они заклеенные сверху они не открывались они аккуратненькие в общем тени как тени что на них смотреть ими краситься надо переходим к шоколаду вот такой шоколад мы уже открывали это 100 граммовая шоколадка что интересно что интересно что она как бы выглядит гораздо меньше обычной шоколадки но по факту в ней 100 грамм и в общем классный шоколад значит она у нас с миндальным орешком по сроку годности сентябрь 20 по ингредиентам по всем составляющим давайте вот здесь смотрите 140 калорий бла-бла-бла другие факты ингредиенты наверное будут не видны потому что на темной бумаге черным оставим в покое ингредиенты короче шоколад вкусный 53 процента какао так вот такой темный шоколад но очень не с фундуком захотелось поэтому взял в общем 50 процентов какао фундук нутришен факт 160 калорий бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла где наши ингредиенты но он видите там срок годности у нас что двадцатая двадцатая нифига не просроченный так это такая же и вот это вот шоколадка весь шоколад по 99 центов вот этот вот шоколад будет стоить в волмарте где-то от полутора долларов может быть доллар 90 срок годности что у нас там двадцать первый год маячит ну вот как-то так август двадцать первого по-моему да в общем весь шоколад по 99 центов он никакой не просроченный как вы видите и сейчас я попробую еще глянуть что он стоит в волмарте чтобы сравнить скорее всего мы увидим в волмарте вот такие вот шоколадки потому что этот бренд он в волмарте продаются всякие порошки там для кексов для тортов он очень распространенный его достаточно много в волмарте я думаю шоколадки найду другие я думаю в волмарте не найду ну гляну так лезем в следующий пакет в следующем пакете у нас вот такие вот топики и вот такая вот такие вернее оливки пакетик пустой так значит нутришим факт по оливкам смотрим что есть чего нет вот их лицо и вот их срок годности двадцать второй год банка одна двадцать второй год банка другая двадцать второй год третья банка не просрочен можно есть и вот такие вот топики мы их любим делать сверху на мороженое давайте посмотрим что у нас там так ну не знаю на граммах стоит ли заостряться почти двести грамм сто девяносто восемь так нутришим факт бла 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 ингредиенты ну трудно показать на круглой банке но вам наверно видно так как пользоваться ну и собственно все пошло по кругу так что у нас по сроку годности а вот такой у нас срок годности до декабря девятнадцатого года посмотрим другие то же самое до 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 переворачиваем тоже декабрь девятнадцатого так и хершейс очень вкусный шоколад и надеюсь что топик от них тоже будет такой же вкусный тоже сто девяносто восемь грамм давайте пройдемся по нутришим фактам калории все дела бла 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 так ага и по сроку что мы смотрим декабрь девятнадцатого еще одна банка тоже декабрь девятнадцатого ну в общем как показывает вскрытие это самый товар который уже с подходящим сроком годности декабрь девятнадцатого то есть ему у него у него осталось полтора месяца грубо говоря месяц от силы вот так что нам надо срочно поправиться и быстренько его на мороженое навернуть это раз ну и тут возможно я поверю в версию того что в девяносто девять центов могут скинуть товары которые подходят по сроку годности реализации и например тот же Walmart сейчас мы его глянем кстати есть они там в Walmart и почем я предполагаю что скорее всего баллон будет стоить где-то три пятьдесят потому что мы похожие покупали там и скажем так я цену знаю на них приблизительно но мы не покупали хершейс он может быть дороже вот а почему не покупали в центах потому что в центах на тот момент когда мы купили мороженое их как раз таки и не было а очень хотелось ну и значит вот я говорю по поводу этих баллонов я могу поверить то что их перекинули с какого-то магазина возможно и скинули цену чтобы их быстрее люди разобрали чтобы товар не завис и не просрочился но тем не менее декабрь девятнадцатого у нас сегодня 7 ноября поэтому он не просрочен так ну и последний мешок это у нас чистый виноградный мешок вот такой вот вкусный виноградик замечательный значит я взял два мешка желтого потому что дети только желтый у нас едят и взял один мешочек вот такого красного потому что его люблю я Маришка ну и в общем может дети попробуют срока на нем нету как бы он свежий я не знаю сегодня сорваны сегодня вчера это не имеет значения вы видите что он свежий и так сказать хорошенький и сладенький очень вкусный виноград ну вот собственно и весь магазин получается как я вам сказал там чуть больше 50 долларов если мы пойдем за всем этим магазином за всеми этими продуктами в общем ну вы поняли меня да за всеми этими мешками Walmart то как я вам сказал мы потратим скорее всего 75 долларов где-то плюс-минус вот ну то есть двадцатка по-любому слетит поэтому рекомендую магазин 99 центов кто не пробовал попробуйте кому не нравится не ходите туда там все просроченное и невкусное а вы были на канале Наша жизнь в Америке не лайфить май лайф не забудьте поставить лайкос подписаться и поставить колокольчик чтобы не пропустить уведомления о новом видео делитесь со всеми в соц сетях помогайте продвигать наш канал и увидимся в интернете бай бай и и и и и и и и